В прямом эфире новости вас приветствую я, Екатерина Булучевская, и вот главные темы выпуска. Грядет буря. В МЧС предупредили о резком ухудшении погоды и дали советы, которые помогут жителям региона предотвратить происшествия. Грядет буря. Обрела крышу. Строящаяся арена Омск уже похожа на полноценный ледовый дворец. Какие работы сейчас ведутся на объекте и укладываются ли подрядчики в график? Когда мир перевернулся, в буквальном смысле на Заозерной пьяный лихач влетел в столб и опрокинул машину вверх дном. Удалось ли выжить горе-водителю? Кузница кадров для российской промышленности. Наших выпускников в сцене. В Большое юбилей мясомолочного техникума вспомним его историю и расскажем, почему по техническому оснащению наше учебное заведение одно из лучших в стране. И в подарок поражение. Ястребы проиграли московскому «Динамо» в 71-й день рождения омского хоккея. Вышли на работу. В Омске, как и во многих регионах страны, завершилась нерабочая неделя. Семь дней всероссийского отдыха, напомню, должны стабилизировать ситуацию с коронавирусом. Эффективность этих мер станет известна уже через неделю-две, как говорят вирусологи. Таков инкубационный период инфекции. Между тем, в Омске продолжает действовать ряд ограничений. Например, вход в торговые комплексы, кафе, рестораны, фитнес-центры, кинотеатры, музеи, театры и салоны красоты только по QR-коду. Также действует и масочный режим. Спасатели предупреждают о мечей об ухудшении погоды и возможных пожарах. Сегодня днем столбики термометров поднимутся до плюс пяти, но в регионе подует порывистый ветер до 20 метров в секунду. Особо осторожными следует быть жителям частного сектора. Стихия может оборвать линии электропередачи и привести к пожару. Напоминают спасатели о правилах дорожного движения. Водителям необходимо строго соблюдать скоростной режим, не парковаться около деревьев, рекламных щитов и фонарных столбов. Ну а пешеходам следует быть крайне внимательными и не оставлять детей без присмотра. При сильном ветре также нужно убрать с балконов вещи, которые могут навредить прохожим. Всероссийская перепись населения продлена. Оставить сведения о себе на портале госуслуг можно будет вплоть до 14 ноября. Ранее напомню, завершить онлайн этап планировалось сегодня, 8 ноября. А в течение этой недели опрашивать людей должны были только переписчики. Отмечу, что в целом по стране на вопросы в интернете предпочел ответить каждый четвертый участник исследования. В регионе перепись прошли больше половины жителей. Я всегда принимаю участие в переписи. И вообще это наша семейная традиция. Я переписалась на сайте госуслуги. Вообще это заняло немного времени. Это даже интересно. Еще до сих пор не было переписи. Дочери, она живет в этом, Чекаловске. У них уже была перепись, а у нас не было еще. Постоянно принимаю участие в переписи. Для того, чтобы качество нашей жизни улучшалось, чтобы наши дороги были лучше, чтобы здравоохранение наше было лучше, чтобы наши дети жили лучше и качественнее, чем мы. Первые результаты переписи станут известны до конца декабря. Тогда сообщат данные о численности населения. В апреле следующего года опубликуют информацию о том, кого в России больше, женщин или мужчин, а также данные о месте проживания людей. Ну а окончательные итоги подведут в конце 2022-го. У желающих занять пост мэра Омска остается ровно месяц на то, чтобы подать заявку. Прием документов закончится 6 декабря. Сроки, напомню, перенесли из-за того, что многие кандидаты не успевали собрать необходимые справки. Из-за ковидных ограничений их срок выдачи затянулся. К изучению анкет комиссия приступит 7 декабря. Очные собеседования проведут 9 числа. Ну а внеочередное заседание горсовета, на котором определят нового градоначальника, запланировано на 15 декабря. Выбирать депутаты будут из двух кандидатур, которые пройдут отбор комиссии. Добавлю, что пока о своем желании стать мэром Омска заявили 15 человек. Обрело крышу на здании строящейся арены Омск. Смонтировали металлические конструкции и сейчас устанавливают покрытие. Также на объекте уже завершили работы на первых двух этажах. Так что арену частично подключили к отоплению. Продолжается и монтаж внутренних лестниц, а также укладка инженерных сетей. Строители установили трибуны, а в некоторых помещениях приступили к отделке. Параллельно ведутся работы за пределами здания. Около арены уже оборудовали парковки. Напомню, сдать объект планируют осенью следующего года. А уже в конце 2022-го на арене пройдут первые матчи молодежного чемпионата мира по хоккею. К другим новостям. Перевертыш на улице Заозерной неподалеку от телецентра разбитая Тойота Карина преградила движение по магистрали. ДТП произошло в полночь. Нетрезвый владелец иномарки мчал со стороны Королева и не справился с управлением. На скорости протаранил опору линии электропередачи. Легковушка перевернулась на крышу. Владельцу разбитой машины потребовалась помощь врачей. Медики диагностировали у лихача ушиб спины и головы. В отношении водителя возбуждено административное дело производства по части 1 статьи 12.8 Кодекса административных правонарушений. Это управление транспортным средством в состоянии опьянения. За данное нарушение предусмотрен административный штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления от 1,5 до 2 лет. Также в отношении водителя возбуждено административное дело производства по статье 12.33 Кодекса административных правонарушений. 60 лет на благо омских предприятий. Большой юбилей отмечает Омский техникум мясной и молочной промышленности. Чтобы получить образование, сюда приезжают студенты со всей страны. Будущих специалистов учат готовить мороженое, йогурты, рассказывают об основах производства мясных изделий. Теория тесно связана с практикой. В учреждении есть свои лаборатории, благодаря чему студенты уже в ходе учебы трудоустраиваются в крупнейшие компании региона. Есть спрос на омских технологов также в Новосибирске, Тюмени и на Сахалине. Ксения Пашкова продолжит. Здесь встречи с ветеранами. Это блокадница Ленинграда, дети, блокадники, социальные партнеры. 60-летняя история техникума уместилась в этой книге. Ее практически по памяти писала заведующая библиотекой Эльвира Лесная. В учебном заведении она работает 45 лет. Знает и помнит каждого преподавателя, студента и всю историю техникума. На базе вот этого масло-сыр-базы был организован техникум мясной и молочной промышленности. Первым директором техникума был Переверзев Павел Макарович. Сам техникум, вот именно вот это здание, уже четырехэтажное здание, было построено в 1970 году. В 1972 году начали строить в 1970, а в 1972 было построено. Замечает Эльвира Тихоновна и технологический прогресс, который помогает готовить высококлассных специалистов. Прямо сейчас на занятии ребята проверяют термоустойчивость молока, чтобы определить, годится ли оно для производства дальнейшей молочной продукции. А эта техника пока ждет своей очереди. На будущих курсах студенты научатся изготавливать йогурты и мороженое, но это процесс длительный. Около двух суток уходит на производство мороженого, заготовка сырья, охлаждение аппаратуры. В других аудиториях познают азы изготовления колбасы и механизм работы холодильников. Так что на практике у студентов практически нет вопросов к производству. Многие из ребят умудряются получать работу раньше диплома. И такие возможности привлекают студентов со всей России. Техникум наш уникальный. Он в таком виде по подготовке тех специальностей и профессий на сегодняшний день сохранился в единственном числе на всю страну. Поэтому и наших выпускников знают, наших выпускников ценят и желают видеть во всех трудовых коллективах нашей страны и не только. Охоту за специалистами ведут и крупные предприятия Новосибирска, Сахалина, Тюмени. Высоко котируются выпускники техникума на омских заводах. На территории региона действует достаточно много предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. И они востребованы в том, чтобы к ним приходили молодые квалифицированные специалисты по данному направлению. И мы очень надеемся, что данные выпускники не будут уезжать из нашего региона, а будут приходить на работу на наши предприятия и добиваться новых совместных успехов. Нередко выпускники техникума о мясной и молочной промышленности в будущем становятся во главе крупных предприятий. И этот факт доказывает не только хорошую базу учебного заведения, но и то, что и среднее профессиональное образование может дать старт для успешной карьеры. Ксения Пашкова, Андрей Кузьмен, Сергей Гаврилов, 12 канал. Маршрут автобуса номер 45 продлен с сегодняшнего дня. Теперь он связывает Амурский поселок с Ясной Поляной. Таким образом, жителям микрорайона удобнее будет попасть в центр города, через который частично проходит маршрут. В будни на линию выйдут 20 автобусов. Интервал движения в часы пик составит 8-10 минут. В выходные же перевозить пассажиров будут 10 машин с разницей в графике в 16 минут. На улицах Омска заметили фигуру Федора Михайловича Достоевского. Известный писатель прогулялся по исторической части города, заглянула на место бывшего острога, где он провел несколько лет своей жизни. Эти кадры войдут в телевизионную версию литературного автоквеста «Достоевский.Омск», монтаж которого уже завершается на студии 12 канала. Напомню, наш холдинг организовал этот проект в партнерстве с кинокомпанией «Омскфильм» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Участники квеста, команда известных омечетелей, зрителей и журналистов исколесили весь Омск в поисках ответов на загадки, которые приготовили организаторы. Так, одной из точек увлекательного путешествия стал музей имени Достоевского. В музыкальном зале участников встречали сам Федор Михайлович, Чакан Валиханов и представительницы княжеского рода. Здравствуйте. Во руках у этих прекрасных дам три книги. Но лишь одна из этих книг спасла меня в трудные годы моей жизни. Нам сегодня дали возможность попробовать себя в современной жизни. Потому что вот эти компетенции, быстрое ориентирование, принятие решений, они очень востребованы. И командная работа тоже. То есть, по большому счету, все, что мы сегодня делали, это моя работа каждый день, когда в команде нужно быстро сориентироваться, что мы делаем. Что бы ты ни планировал, что бы ты ни предполагал, современная жизнь заставляет тебя очень быстро перестраиваться, потому что меняются обстоятельства, и происходит то, чего ты не ожидал. Вот сегодня была такая классная тренировка, которая мне и в работе пригодится с моим коллективом. И мало того, я хочу вот подобный какой-нибудь квест сделать с ними. В создании телевизионной версии принимала участие огромная команда 12-го канала. Режиссеры работали на каждой точке. Операторы следовали буквально по пятам за участниками. Большое внимание уделили деталям, чтобы передать атмосферу того времени. Костюмы, прически. Стилисты использовали реальные фотографии исторических фигур, чтобы создать максимально приближенные образы. Чтобы показать масштабы происходящего в городе, мы задействовали квадрокоптер. Уникальный для нашего региона продукт мы покажем в эфире 12-го канала уже в этот четверг, 11 ноября, в день рождения писателя Федора Достоевского. Будет интересно. Омский «Авангард» в день рождения хоккея не смог переиграть московская «Динамо», потерпев третье поражение в последних пяти встречах. Первый период завершился без голевой ничей, а во втором «Ястребы» пропустили и потеряли Илью Каблукова, который влетел в открытый борт и отправился в раздевалку. В заключительном игровом отрезке «Авангарду» удалось сравнять счет усилиями Дергачева, однако на большее о мячей не хватило. А у «Динамовцев» Муранов и Веддин забросили еще по разу и установили окончательный счет 3-1. Отмечу в этой встрече впервые в КХЛ сыграл форварда мячей Егор Сердюк, ставший одним из лидеров омских крыльев. Кстати, команда ВХЛ сделала подарок омскому хоккею, переиграв дома Академию Михайлова 4-3 и продлив победную серию до пяти матчей. Этот успех позволил крыльям подняться на шестое место в таблице высшей лиги. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграме, Телеграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Там же вы можете предложить свои новости или прислать их нам по электронной почте. Оставайтесь с нами. Мед свежего урожая с лучших пасек страны в Омске. Новые виды этого полезного продукта в наш город привезли пчеловоды со всей России. На традиционной ярмарке мечам предлагают как лечебные сорта, так и десертные с добавлением свежих фруктов и ягод. Для всех покупателей действует акция при покупке килограмма любого меда, килограмм цветочного в подарок. Подробности далее. Лучшие пчеловоды страны привезли в наш город десятки видов вкусного и полезного лакомства. Здесь каждый сможет найти продукт для себя. Помимо уже полюбившихся мечам традиционных сортов, липовый, цветочный, разнотравья, покупателям предлагают и мед с добавлением натуральных фруктов и ягод. Кроме того, на ярмарке множество видов целебного меда с добавлением пчелопродуктов. На ярмарке представлен большой ассортимент меда свежего и, конечно же, пчелопродукция. Из новинок хотелось бы рассказать о восковой моле. Это самый лучший мед против бронхолюбочных заболеваний, особенно сейчас, в такие непростые времена. Это лучше всего поддерживает организм и иммунитет. Помимо большого выбора и выгодных цен, покупателей ждет и приятный сюрприз. Все дни работы ярмарки действует акция. При покупке килограмма любого меда, килограмм цветочного в подарок. Попробовать и выбрать полезное лакомство. Свежего урожая мечи могут сразу на двух площадках. Выставка продажи меда проводится с 3 по 17 ноября в торговом доме «Корона». Остановка ДК имени Баранова, а также в ДК имени Молунцева. Спонсор прогноза погоды ИП Ефременко Роман Андреевич. Саратовское региональное отделение ООО Российский национальный союз пчеловодов. Мед свежего урожая с лучших пасек страны. Сегодня 8 ноября в Омске ясно. Температура воздуха днем плюс 2, плюс 5. В районах пасмурно, возможен мокрый снег. В дневные часы 1 градус выше нуля. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Ярмарка меда в Омске с 8 ноября по 5 декабря. Мед свежего урожая с имбирем, пиргое восковой молью, бортевой. Ждем вас в торговом центре «Корона», остановка ДК имени Баранова и в ДК имени Молунцева. Акция. При покупке 1 килограмма меда, 1 килограмм цветочного меда в подарок. Пока это все новости о развитии событий расскажем в 14 часов. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!